Здравствуйте! Вы смотрите Главные новости. В студии я, Ростислав Билок. В сегодняшнем выпуске вы увидите... ...вы воспринимайте, как хотите. До 15 мая вы должны сделать все дороги. Качество оставляет желать лучшего. Региональные власти на аппаратном совещании обсуждали дорожную тему. Да, дворянки мустро с каждым годом меньше и меньше. Но объем работы, конечно, не уменьшается. Весна. Традиционная пора субботников. Трудовые коллективы «Орла» вышли на уборку города. Созвездие талантов школы искусств имени Ковалевского отметила юбилей. Болевые приемы, броски, перевод в партер. В «Орле» прошел первый чемпионат по боевому самбо. Генеральный партнер главных новостей – ПАО «Орелстрой». Старт продаж квартир по привлекательным ценам в жилищном комплексе «Московский парк». Медлить больше нельзя. До 15 мая все дороги «Орла» необходимо привести в порядок. Это поручение временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков дал в понедельник на аппаратном совещании. В центре внимания еще одна тема – обманутые дольщики. Решение своего квартирного вопроса ждут несостоявшиеся новоселы дома номер 11 по улице Раздольная. Наталья Пехтерева продолжит. Извечные эх дороги орловские автомобилисты дружно затягивают каждой весной. А как иначе, когда тут такое? Вот Болховское шоссе, окрестности одноименного микрорайона. В соседних авторемонтных мастерских потирают руки. Водители, кажется, своих давно опустили. Эти ямы бьют по кошельку и причиняют неудобства пробки. Каждый день тут и до аварии недалеко. На аппаратном совещании временно исполняющий обязанности губернатора Андрей Клычков поставил городским властям конкретные сроки. Ситуация, когда долго запрягаем, а потом медленно едем, никого не устраивает. Люди ездят по улице, уже нет никакого снега. И мы с вами только на сегодняшний день получаем информацию, что завтра, послезавтра будут проведены конкурсные процедуры. Мы чего ждем? Мы ждем наступления лета? Александр Сергеевич, мы говорили об этом неоднократно. Если департамент ЖКХ, Орел госзаказчик, все сроки выполняет и пытается опередить события для того, чтобы сразу с наступлением погодных условий выходить на работу, мы получаем в городе, в самой проблемной на самом деле территории, попытку отложить максимально долгие сроки. Тогда давайте сделаем по-другому. Со всеми подрядчиками, вот хотите, воспринимайте, как хотите. До 15 мая вы должны сделать все дороги. За региональные дороги, которые год отвечает дорожная служба областной предприятия, последнее время находилась в сложной ситуации. Кризис начал постепенно отступать, но нерешенных проблем еще множество. Анализ вышеуказанных показателей показал, что финансовое положение предприятия стабилизировалось, имеет место рост прибыли, уменьшены объемы кредиторской и дебюторской задолженности, стабильно выплачивается заработная плата, отсутствует просроченная задолженность по кредитному договору. Из тех контрактов, которые были просрочены в том году, мы все подтянули за исключением моста Ливенского. По Ливенскому мосту сейчас работа идет, подрядчика летом мы сменили, поскольку это уже четвертый подрядчик. Но на сегодня мы думаем, что этот подрядчик порядочный, хотя все работы для ГУПа достаточно сложны, потому что они ведутся только с авансом, с большим авансом. Эта тема находится на особом контроле у главы государства. Проблемы долевого строительства. Напомним, еще в минувшем году президент России Владимир Путин поручил главам регионов четко выдерживать планы помощи обманутым дольщикам. С первых дней работы в Орловском регионе ситуацию на личный контроль взял в Рио губернатор Андрей Клычков. Это жилой дом, дом номер 11 по улице Раздольная в городе Орле. Здесь был застройщик ООО «Модуль Инвестстрой». 55 обманутых дольщиков. Строительство не ведется января 2016 года. И на сегодня во второй инстанции заканчивается судебная процедура. Думаю, что в мае она завершится. После этого пойдут торги. И после реализации по низшей стоимости будет совершена достройка. Планируем, что торги начнутся в третьем квартале этого года. Мы должны заложить основу сейчас, в том числе не ожидая поддержки федерального центра по решению проблематики на нашем уровне. Поэтому правительство, законопроект внесен. Я проводя совещание еще 23 ноября, если не ошибаюсь, тогда именно в этом ключе мы и договорились с дольщиками решать проблему. Поэтому будем двигаться. Надеюсь, что мы снимем все правовые аспекты для того, чтобы действительно законопроект позволял, с одной стороны, обеспечить право дольщиков, с другой стороны, гарантировать интересы области для недопущения любых злоупотреблений в этом направлении. По информации главы Минстроя Михаила Мения, которая размещена на официальном сайте ведомства, цитата. В прошлом году было введено 140 проблемных объектов. Осталось 836. Из них на текущий год регионы взяли на себя обязательство ввести 360. Остальное расписано по годам до 2021 года включительно. Пока нет решений по 64 объектам. Но и по этим объектам мы требуем от регионов реализуемых планов, сказал министр ЖКХ. Наталья Пехтерева, Эдуард Чернаус, Касс Андрей Борискин, телеканал Первый областный. Выпускник Курского медицинского университета возглавил департамент здравоохранения Орловской области. Иван Залогин был представлен на аппаратном совещании в администрации региона. Свою карьеру он начинал врачом-хирургом в городской клинической больнице номер один города Белгорода. Иван Александрович имеет достаточно большой опыт работы. Руководил департаментом здравоохранения в Белгородской области. На сегодняшний день, до сегодняшнего дня, как я понимаю, главный врач госпиталя ветеранов. Но вот придется покинуть эту должность. Будет работать. Мы получили достаточно большое количество позитивных или, как бы так, слов поддержки стороны белгородских коллег и федеральных. Поэтому, Иван Александрович, нам с вами предстоит тяжелая, большая, но интересная работа. Есть много того хорошего, что в Орловской области существует, но есть много направлений, которые нужно развивать. Кстати, назначение произошло накануне дня рождения теперь уже главного медика Орловского региона. Иван Залогин родился 24 апреля 1977 года. В понедельник в администрации Орловского региона стал днем наград. Почетные грамоты и благодарности губернатора, областного парламента, Ассоциации Совета муниципальных образований вручили самым активным участникам территориального самоуправления. То, что люди вам действительно доверяют, я абсолютно убедился и на прошедшей избирательной кампании в рамках реализации. Той инициатива, которую мы реализовали в области впервые в Российской Федерации в части внесения вопросов для обсуждения по развитию района. Люди доверились, люди пришли, теперь перед нами стоит задача оправдать доверие и решать те проблемы и задачи, которые находятся на сегодняшний день в повестке. А проблем действительно немало, и все они требуют повышенного внимания и общих усилий, как правительство области, так и муниципальной власти. В своем послании Федеральному собранию президент страны Владимир Владимирович Путин предложил развернуть масштабную программу пространственного развития страны, включая развитие городов и других населенных пунктов, и как минимум удвоить расходы на эти цели предстоящие 6 лет. Очень многое в этой работе будет зависеть, конечно, от городских местных властей, от их открытости передовым идеям, от готовности отвлекаться на запросы жителей. Напомним, День местного самоуправления отмечается с 2012 года, согласно указу президента России. Это праздник со своей историей. 21 апреля в 1785 году императрице Екатерины II была утверждена жалованная грамота городам Российской империи. Фактически с этой даты началось развитие российского законодательства о местном самоуправлении. Областные парламентарии соберутся на сессию в среду 25 апреля. В повестку включили 15 основных вопросов, каждый из которых разобрали на президиуме. Одной из главных тем ближайшего заседания станут поправки в бюджет Орловской области. Идут, конечно, на социальную сферу, на школы, на детские сады и многие другие учреждения для того, чтобы решать те текущие вопросы, которые перед нами стоят наши избиратели, жители, главы муниципальных образований Орловской области. Так что я предлагаю поддержать данное решение и данный вопрос включить в проект поиски. Также депутат облсовета обсудит изменения в правилах регулярных перевозок пассажиров и багажа. Вопрос требует согласования на региональном уровне, поскольку в конце декабря 2017 года вступили в силу отдельные положения федерального закона. В целях приведения законодательства Орловской области в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации разработан настоящий проект закона, регулирующий в пределах компетенции регионы отношения по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, в том числе отношения, связанные с установлением и изменением маршрутов регулярных перевозок. Включить законодательства поиски дня через новое свидание Совета для принятия первого чтения и продолжить данный. Представители региональной общественной палаты озеленили дворянку, а студенты Орловских вузов убирали городской парк культуры и отдыха. Орловчане вышли на общегородской субботник в каждом районе областного центра. Виктория Юркова расскажет подробнее. Конец апреля по традиции время лопат, метелок и грабель. Мешки с мусором можно встретить практически в каждом дворе. Это подготовительная работа, которую провели накануне большой уборки. Ландшафтный парк «Дворянское гнездо» стал самым массовым местом, где собрались участники общегородского субботника. А это как раз тот самый мусор, который был собран во время подготовительной работы. Я хочу разочаровать, на дворянке мусора с каждым годом меньше и меньше. Но объем работы, конечно, не уменьшается. Сегодня у нас будет три вида объема работ. Это первое основное, как мы обещали, посадка деревьев, посадка дубов. Липы уже посадили, одна из офисных организаций. Второе – это уборка спиленных сухостойных деревьев. Мы подготовили объем работы. И третий объем работы – это небольшой мусор. На дворянке в субботу высадился настоящий студенческий десант. Работа кипела здесь не на шутку, никто не отлынивал. Территория возле домика Лизы Калитиной – участок областных парламентариев. Мы сейчас, где памятник комсомольцам, вычищаем этот сквер, облагораживаем памятник, провели небольшой митинг, возложили цветы. И вот сегодня здесь, на дворянском гнезде, в нашем красивом историческом месте, конечно, тоже самое наведем порядок. А городские депутаты наводили порядок в месте постоянного пребывания юных орловчан. Детский парк решили не только сделать чище, но и озеленить. Над обустройством клумбы трудились семейными подрядами. Начало самого созыва. Мы помогаем детскому парку, потому что, еще раз повторюсь, дети наши – все. И, естественно, ежегодно мы сюда приходим. И я думаю, сегодня здесь чисто не только потому, что уже все убрали, но и потому, что, конечно же, и городской совет, и просто жители города, приходя сюда, стараются себя вести корректно, понимая, что отдыхают здесь прежде всего детишки. И если взрослые убирались во имя и во благо юных горожан, пытаясь сделать их жизнь чище, то поколение НЭКС также решило не отлынивать от экологической акции. У входа в горпарк шуршали мусорными пакетами будущие железнодорожники и учителя. Мы здесь отдыхаем каждые праздники. Должно, чтобы чисто было здесь. Дома это пыль, мелкие всякие, а здесь именно это большой мусор. В основном стекло, но еще пачки от сигарет. Вообще такой мусор, бумажки какие-то, деточки тоже, если попадаются. Нравится, потому что, опять же, что-то полезное, потому что не так грязно будет. И хотя бы в следующий раз будешь намного больше следить за тем, что люди не мусорили. Кстати, субботняя уборка в следующие выходные повторится. Наводить порядок выйдут уже не трудовые коллективы, а горожане. Чистоту в каждый двор призывают домкомы. Виктория Юркова, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. В Амцентском районе заложили фруктовый сад. Появился он в Междуречье. Это населенный пункт, в котором проживают 22 семьи. Их называют еще поселенцами, которые вместо комфорта в городе выбрали проживание в лесу. Так как у нас у всех есть личные участки, но когда нам нужно проводить общие мероприятия, нам становится уже тесновато. И поэтому мы решили запланировать территорию для общих дел, чтобы можно было спортом позаниматься, чтобы можно было хороводы какие-то поводить, праздники отпраздновать. И все вместились туда. Поэтому мы решили начать созеленение этих территорий. Саженцы купили в Орловском питомнике и ездили в Тульский питомник Корни. Закладывать сад Междуреченцам помогали не только орловчане, но и жители Липецка, Калуги, Рязани. Напомним, что самые актуальные новости нашего региона всегда можно услышать в эфире «Экспресс-радио Орел». Выпуски новостей выходят каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера по будням. Здоровье не купишь ни за какие деньги. Однако люди пытаются опровергнуть этот постулат, причем абсолютно разными способами. Орловчанка дала лжецелительнице крупную сумму денег за избавление от недуга. Итог сего врачевания оказался вполне предсказуемо. Что произошло? Отдала деньги своими руками. Я не знаю, кому я отдала. Я шла в банк платить платежки. Она выскочила, и вот вы плохо идете, у вас ноги больные, я вас вылечу. Мошенницы разыграли для пенсионерки целый спектакль. В умении убеждать людей, равных им не найти. Пенсионерка засомневалась. И в это время к женщине подошла гражданка, которой лжецелительница якобы помогла вылечить ребенка. После этого сомнения пенсионерки развеялись, и она принесла из дома крупную сумму денег, с которыми незнакомка провела манипуляции. Отдайте ей не пакетик, а сумочку свою. Она мне отдает сумку, я с этим пакетом. Вдруг она бежит и говорит, ну а теперь вы идите. Я отдаю ей в руки пакет. Вылетаю из-за угла, выхожу, вернее, выпхолзаю на своих ногах. Смотрю, нигде не идут. Проверив свой пакет, денег женщина там не обнаружила. Как она рассказала полицейским, слышала о подобных ситуациях много, но считала, что с ней такое случиться не может. По факту произошедшего, стражами порядка было возбуждено уголовное дело, ведется следствие. В Орле продолжается обсуждение монументально архитектурного вопроса, где бы поставить бюсты разведчикам, водрузившим над городом красное знамя в 43-м году. Предложено два подходящих варианта – сквер танкистов и бульвар Победы. По этим адресам вместе со специальной рабочей группой выехал и первый областной канал. Сквер танкистов – это ж самое оно, говорят одни, потому что дом номер 5 по площади мира рядом. Это над ним разведчики Образцов и Саньков в 43-м году подняли красное знамя, дав фрицам сигнал, что, скажем так, их песенка спета. Где же еще ставить бюсты этим разведчикам, как не в сквере танкистов? Ах да, увековечить их память решено еще в прошлом году, приурочив установку бюстов к 75-летию освобождения Орла. Уже почти все готово, а вот с местом, заинтересованные в празднике стороны, ну никак не определяться. Им в помощь придумано голосование на сайте администрации области, широкое обсуждение в СМИ и выездные заседания рабочей группы на предлагаемые места установки бюстов. А как иначе? Ведь требуется все взвесить и получить ответ от гражданского общества. Чтобы не получилось то, что раньше происходило при установке, скажем, памятника Ивану Грозному. При установке памятника маршалу Баграмьяну. Есть еще предложение установить бюсты разведчиков на бульваре Победы, чтобы с этого, быть может, начать его реконструкцию. И положить начало установки на бульваре бюстов тех героев, что связаны с Орловщиной своими ратными подвигами. Но можно согласиться и с тем, что планы насчет бульвара и так хороши, полны и насыщены. И без установки на нем разведчиков. До улицы Октябрьская это блок древолюционной истории, начиная от Куликова поля, Судбищенская битва. Ну, практически вот по ходу исторической справки, за что вот у нас Орел-город, воинская слава. Там же наши знаменитые полководцы, вот наши военные учебные заведения. Вот с этой стороны, вот начиная от улицы Октябрьская и вот в сторону больницы. Вот этот блок, он блок посвящен Великой Отечественной войне. Увы, денег на то нет, чтобы на бульваре оставить памятки о военной династии Каменских, о героях войны 1812 года, об Орловском, Мушкетерском и Пехотном полках и о многом другом из победной нашей истории. Вот сама история есть, а фиксации ее в чем-то гранитно-монументальном до сих пор нету. Но, похоже, уже складывается история того, как орловчане этой самофиксации добиваются. Сергей Быковский, Андрей Борискин, телеканал Первый областной. Этот адрес известен многим орловчанам. Улица Полярная, 11, Дом талантов. Детская школа искусств носит имя композитора, дирижера, пианиста, педагога, публициста. Общественного деятеля Дмитрия Кабалевского. В пятницу гостей пригласили на главный концерт в честь 45-летия школы. Созвездие талантов здесь. Эта выставка тому подтверждение. За каждой наградой колоссальный труд музыкантов, вокалистов, художников, хореографов. Итог признаний на конкурсах разного уровня. Тут учат всему хорошему, что надо понимать какие-то вещи, движения, то есть душой что делать. Это главный юбилейный концерт. В зале большая творческая семья. Педагоги, ученики и родители, выпускники разных лет, именитые гости. Одного из них встречали с особым волнением. Сегодня в зале российский пианист, профессор, кандидат педагогических наук, композитор, президент и соучредитель фонда Дмитрия Борисовича Кабалевского, его внучатый племянник Василий Федорович Щербаков. Не один год вдохновляет на свершение и творческие подвиги директор школы Римма Логвинова. Человек одаренный, большой профессионал, пример энтузиазма и самоотдачи, говорят коллеги и ученики. Наш сегодняшний концерт называется «Счастье в сердце каждого из нас». И это здорово, потому что наш коллектив – это коллектив единомышленников, коллектив людей, сплоченных творчеством, людей неравнодушных, людей просто влюбленных в свою профессию. Мы счастливы, что мы уже 45 лет вместе. Любовь к миру искусства, большой яркий дар учеников, трудолюбие – залог успеха школы. Окунуться в богатый мир музыки и ощутить себя частью прекрасного пригласили зрители праздничного концерта, ученики школы. Они в этот день были, как обычно, на высоте, подарили праздник. Итог предсказуем – теплый зрительский прием. Этот юбилейный концерт – феерия чувства и эмоций порадовали самые маленькие начинающие артисты. После концерта звучали пожелания. Пусть добрые традиции кузницы юных талантов остаются еще, как минимум, на следующие 45 лет. Наталья Пехтерева, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. Спасти нельзя. Закрыть, увы, знаки препинания в этом предложении пока расставить сложно. Речь идет о детских школах искусств, которые закрываются по всей стране, признает Министерство культуры. Слишком дорогие в содержании. В нашем регионе, к счастью, музыка будет жить. Знаменская школа искусств преподнесли шикарный подарок. Какой? Расскажем далее. В этом году мы будем отмечать свой 40-летний юбилей. И так совпало, что правительство Российской Федерации и президент лично оказывает огромное влияние и поддержку различным детским школам искусств, а также учреждениям культуры. И в этом году в подарок детям были доставлены замечательные дорогостоящие инструменты, на которых наши дети будут продолжать свое музыкальное образование и радовать, волновать сердца своих слушателей. Два новеньких фортепиано марки Николай Рубинштейн стоимостью более 400 тысяч рублей теперь станут главными помощниками талантливых ребят в освоении музыкального творчества. Право первыми опробовать инструменты предоставили лучшим выпускницам школы искусств. Необходимость в инструментах возникла очень давно, ведь за 40 лет это первое серьезное приобретение. Возможности купить фортепиано самостоятельно не было. Стоимость хороших инструментов сильно кусается. Денег взять неоткуда. Еще бы немного и в Знаменской школе искусств и вовсе закрылось фортепианное отделение. Поэтому подарок очень кстати. Возможно, именно на этих инструментах вырастут будущие таланты отечественной музыки. Мы рисуем мир на асфальте мелками. Алина Логутина и Эдуард Чернауско с телеканал Первый областной. Орловщина в августе примет бойцов чуть ли не со всех уголков земли. В областном центре состоится чемпионат мира по самбо среди школьников. Не отстает и взрослая половина орловских спортсменов. Свою силу они проверяли на первом турнире по боевому самбо. Андрей Деркач подробнее. Боевой микс на татами. На первый орловский турнир в юности России собралось около 40 спортсменов в 7 весовых категориях. Среди которых представители зюдо и самбо, грепплинга и гикбоксинга, а также борцы и боксеры. Сейчас собрались ребята, непосредственно те, которые любят единоборство. И они сейчас полностью могут показать все свои технические навыки, которые они есть и которые они приобрели в своем виде спорта. Это не спарринг и не областной смотр участников на чемпионат России. Все так же жестко, как в клетке Беллатера или американского UFC. Правила само собой исключают добивание, когда соперник упал на ковер. Есть защитная амуниция. Это одно из условий для непрофессиональных поединков. У ребят не просто полный контакт. У них контакт идет активный на все части тела. То есть здесь разрешается, как в принципе в боях без правил, наносить удары не только руками, ногами, но и локтями, коленями, головой. Работа в партере? Работа в партере. Также идет добивание. Также идет и руками, и ногами. Ну и естественно есть небольшие ограничения по поводу добивания в голову. У каждого бойца есть своя сильная сторона, а в арсенале излюбленные приемы. Бой длится до пяти минут. Нокаут или победа по очкам решают исход встречи. Преимущество на ковре за мультифункциональными спортсменами, говорит Хабиб Гаджагаев. Размотать противника проще, владея несколькими дисциплинами, которые вошли в регламент первого турнира по боевому самбо. Очень интересно на самом деле, когда боевый самбо. Но у нас большая часть, мы проводили здесь универсальный бой рукопашный, а это впервые сейчас здесь. Это очень интересно на самом деле. Поднабрать опыт для соревнований, которые для высшего класса, для высшего уровня. Выполнить задачу тренера Хабибу удалось. Работая вторым номером, боец выждал и нанес решающий удар правой. Мы с тренером уже отработали это все. Каждый день на тренировках мы отрабатывали. Моя задача была отправить нокаут, так как еще немного надо подтянуть мне борьбу, а борьба у меня немножко плохая. Но так старался больше на руках выиграть. Этот турнир положил начало в Орле подобным боевым проверкам. Главное помнить, что это спорт. И за ковром все участники – друзья. Андрей Деркач, Алексей Нескин, телеканал Первый областной. На этом все. Интересные новости сообщайте нам по телефонам редакции 76 10 28 и 508 088. В студии был Ростислав Билык. Всего доброго. Натуральный кофе либо экстра – это растворимый сублимированный кофе, приготовленный из тщательно отобранных сортов кофе, выращенных на высокогорных плантациях Бразилии, во вкусе которого раскрываются легкие цитрусовые нотки и шоколадные полутона. Всегда хорошие новости с кофе либо экстра. ПАО «Орелстрой» объявляет о старте реализации нового масштабного проекта жилого комплекса «Московский парк». Богатый опыт застройщика, современные технологии строительства и комплексный подход к созданию комфортной среды обитания делают этот комплекс уникальным. Современные детские площадки, лесопарковая зона для прогулок и непосредственная близость к центру города – все это доступно по привлекательным ценам. Торговому центру «Атол» 15 лет. В честь своего юбилея «Атол» дарит скидку 15% в твой день рождения. За день до него и еще целый день после. Совершай покупки во всех отделах со скидкой 15%. Акция распространяется только на держателей карт. Торговый центр «Атол», улица Октябрьская, 27. Новый вид диагностики в клинике «Диксион». Компьютерная томография, которая позволяет получать объемное изображение костных структур, органов и тканей, недоступных для других методов обследований – УЗИ и МРТ. Клиника «Диксион». Комфортная медицина. Сколько? Это Алина. Алина расстроена стоимостью однушки в высотке в центре орла. А это Света. Она приятно удивлена стоимостью квартиры в кирпичном доме с премиум-отделкой и мебелью в микрорайоне «Первый». Микрорайон «Первый». Выбирай правильно. Компания «Мерковки». Производство и установка металлоизделий любой сложности. Заборы, ворота, навесы, лестницы, перила, двери-сейфы любых размеров. Звоните 49 14 14. Подробности на сайте «Мерковки57.ру». Попробуйте вкусную колбасу от фабрики «Смирнов». Фабрика «Смирнов». Больше, чем качество. Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый. Зарплата достойная. Телефон 8 992 336 07 93. Ивановский текстиль в Орле. Огромный выбор. Низкие цены. С 10 по 28 апреля. ТМК «Грин Конгресс Холл». Третий этаж. Здравствуйте. Прогноз погоды на Первом областном. С вами Екатерина Ясная. В Орловской области наступит пора дождей. Учитывая то, что дневная температура приблизится к плюс 15, то вероятны и грозы. Через несколько секунд вернемся к развернутому прогнозу. Попробуйте вкусную колбасу от фабрики «Смирнов». Фабрика «Смирнов» больше, чем качество. Генеральный партнер программы «Торговый центр Атолл». 20 числа каждого месяца дегустация новинок. Прежде чем решиться купить, попробуй. Атолл. Твой остров. Изобилие. Улица Октябрьская, 27. И к подробному прогнозу. В Амцинске пасмурные дожди. Возможно, с грозами. Плюс 14 градусов ночью. В Ливнах дожди тоже пасмурно. Днем плюс 13, ночью плюс 9. В Болхове целый день дождь. Температура днем плюс 14, плюс 9 ночью. В Орле плюс 14, пасмурно и дождь. Ночью плюс 8. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. Что в пределах нормы. Вы слушали прогноз на эту среду. А первый областной неизменно с вами. Наши партнеры. Завод Артштайн. Изготовление тротуарной плитки бордюров кирпича. Улица Московская, 43А. Компания «Трансстрой» приглашает специалистов на работу в город Сургут. Строительство, график вахтовый. Зарплата достойная. Соцпакет. В Асконе вы найдете товары для здорового сна, производимые на современном оборудовании из Европы. Со скидкой до 50%. Город Мценск, Тургенева, 137. Городская ветеринарная станция предупреждает. С наступлением весны увеличивается опасность заражения животных бешенством. Не забудьте сделать прививку своему питомцу бесплатно. Телефон 720396. Карада – эффективный препарат для борьбы с колорадским жуком и тлей. Ваш надежный дачный помощник. Натуральный кофе «Либо Голд» – это богатство вкуса и яркий бодрящий аромат в каждой чашке. Созданный из лучших зерен высокогорной арабики, «Либо Голд» сочетает гармонию цветочных нот и карамельные оттенки в насыщенном, незабываемом вкусе. Кофе «Либо Голд» поднимет настроение в любую погоду. Несмотря на долгую рабочую неделю, скорейшего приближения долгих выходных. До свидания. Атолл в тренде. И ты не отставай, узнавай обо всех гастрономических новинках. Специально для тебя 20-го числа каждого месяца в торговом центре Атолл. Дегустация. Постоянное обновление ассортимента. Пробуйте, выбирайте, покупайте. Твой остров изобилия Атолл. Улица Октябрьская, 27. Завод «Артштайн». Собственное производство тротуарной плитки, бордюров, поребриков, водостоков и кирпича. Произведем все работы. От дизайн проекта до укладки. Офис продаж в Орле. Улица Московская, 43А. Телефон 48 99 64. Компания «Трансстрой» приглашает на работу в город Сургут. График вахтовый. Зарплата достойная. Телефон 8 992 336 07 93. 8 992 336 07 93. Магазин «Оскона» и «Хилдинг Андерс». Матрасы, кровати, диваны, подушки и многое другое. Экологичные материалы и качественные наполнители. Дополнительный бонус постоянным клиентам. Беспроцентная рассрочка. Ждем вас. Мценск, улица Тургенева, 110 и 137. Ваш питомец заболел? Ему нужна прививка? Тогда вам к нам. Ветеринарная клиника на Карачевском шоссе, 75. Ждем вас. Внимание, акция! Уничтожь колорадского жука. И получи подарок! Акция «Карада плюс подарок». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова